Друзья, всем привет! Сегодня всемирный день футбола. И у меня немножко футбольных новостей, да, не удивляйтесь. Конечно, мы все о политике, да, о политике. А футбол он тоже есть, сейчас расскажу подробнее. Вы подписывайтесь на канал, у нас уже 371 тысяча, еще немножко будет 375. Итак, есть такой футболист Евгений Селезнев. Он играет в команде Минай, значит, по прозвищу Кормилец. Почему Кормилец? Потому что Евгений поехал на Кубань. Нет, друзья, не возвращайте ее, а подзаработать там денег в российском футбольном клубе. На вопросы, ну, как там играется в стране агрессори, которая напала на твою страну и убивает твоих соотечественников. Говорит, а что, у меня семья, их кормить детей надо. Но то, что можно было бы играть в другом клубе, футбол в России, ну, так мягко скажем, не самый главный вид спорта, но об этом скромно умалчивает, поэтому Кормилец. Ну, в общем, что сейчас произошло, я на самом деле не о его игре в Кубани. Есть такой YouTube-канал Тато Такэ про футбол, кстати, очень прикольный. И они выложили, там есть журналист Андрей Сенкев, и он выложил разговоры общения с Селезневым. Селезнев научился на Кубани плохому, по понятиям жить. Ну, в России они еще живут по понятиям, там Путин, вот такой вот этот питерский хулиган. И вот это вот история по понятиям. Значит, и он позвонил Сенкеву и такого там наговорил ему. Ну, в общем, послушайте такие пару фрагментов. Я сейчас просто передам номер телефона людям. И скажу, у меня просто данные передали, давайте будем с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве. Давай. Ты как ты? Они могут подъехать, да? Хочу брать. Ну, Джейхан, знаешь, что я хочу? Ебалотинок. Хорошо, я уже тачу. Все? Ну, это можно будет? Ты тут в Киеве мы увидимся с тобой? Конечно, что нет. Ну, вот смотри. Вот честное слово. Ну, ты боишься встретиться. Но если тебя увижу, нельзя уезжать, я тебя пашу, нахуй. Да извини, я в таком студию. Я тебя, сука, дерну, нахуй, перед камерами. Дерну. Тебя лично. За твой пиздеж. Понял? Я реально дерну. Ты же понимаешь, когда я завожусь, то лучше, блядь, со мной не связывать. Ну, вот так вот общается наш футболист с журналистами. Кстати, знаете, что радует, что Андрей Сенкев, людина с гарным почутем гумора, он там не испугался, начал троллить, собственно говоря, Селезнева. Послушайте, что он ему там отвечает. Я хочу, что, смотри, у меня в Киеве остается команда у меня дома. Ты подъедешься, вот так, нам подходитесь. Конечно, что нет. Конечно, что нет. Нахуя мне ехать и куда-нибудь? Вы ехали, нахуя, да я с Киеве буду. Просто я, вот так, команда, не подходитесь. Я не хочу никуда ехать, Сеть, не хочу. А чего? Бо я не хочу, блядь, я не хочу. Вот ты не хочешь головы забивать, я не хочу ехать туда. Ну, а там у своей поступки ты можешь ответить? Не, не. Не можешь, да? А чего? Я не мужчина, я трансгендер. Пиздец, я сфигбатю, уроду, господи, я вы, сука, подобираю, блядь. Ну, скажи, что такое, блядь, хуйло? Ну, чего? Ну, я просто не знаю. Не знаю, не знаю. А кто знает? Я никто не знаю, я вот разбираюсь, копаюсь в Северо-Росу. Я знаю, что ты не знаю. Хорошо, копаюсь. Ну, в общем, молодец Сенкев, но все-таки это, друзья, неправильно. И Евгения Селезнева немножко надо переучить. Там он научился плохому в Российской Федерации, мы его должны переучить. У нас к журналистам относятся уважительно, никто никого не угрожает, никому насилием не бьет. Двигаемся, друзья, мы в Европу. Поэтому я обратился в национальную полицию, чтобы они защитили журналиста и немножечко воспитали Селезнева. Ну, Селезнев в интервью трибуне сказал, значит, что депутат этот ему до одного места, значит, простите. И вообще плевать он на всех хотел. И, в общем, еще там про меня что сказал. Ну, в общем, может, я ему плохой депутат, я это как-то переживу. Не буду говорить, какой он футболист, просто скажу, что обращение в национальную полицию уже полетело. Женя, прекращай заниматься ерундой, становись человеком. Не воспитали тебя в детстве, будем воспитывать тебя сейчас. Друзья, вот такой немножко футбольный блок на Всемирный день футбола. Держим строй.